Хроники Чернобыля 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 Костюмчик Очень сильно Так, он у нас идет таким медленным Пешочным шагом Конечно, понятное дело Что он у нас не замечает Так, у нас тут Кто-то есть, я думаю, сейчас заспаунится По-любому, не все тут так просто Я думаю, автор модификации не просто так Соединили два квеста В одной церквушке Бедная церковь Я хоть и атеист по натуре, но Верующих уважаю Так, потихонечку, потихонечку Мы приближаемся И сейчас будет все самое вкусное И интересно Что интересно дальше будет Когда мы дальше отправимся И что будет в этом ПДА Ну, кстати говоря, я его уже читал Этот ПДА И даже вам потом расскажу Когда, но потом Если не забуду, правда Плохой помысел Убить хмуро Ну, и все Привет, брат Видите как Вот оно как оказалось Забрать ночью Расшифрованно ПДА Хмуро мы так и не убили Так, подождите Давайте все-таки Загрузим игру Мы тут шли недалеко И я думаю, все-таки Я сначала убью хмуро Я немного помедлил Я думаю, он там так и будет сидеть Поэтому давайте сначала Все-таки его убью Ну, а дальше уже Посмотрим Ну что ж Мы повторяем все заново Я просто не буду туда далеко входить Вот Он тут, кстати, плоть убил Вот и все Это задание мы выполнили Но зайти я туда не смогу Обыскать труп Потому что Ну, вот с соколом Мы поговорим чуть позднее Сперва давайте уже Заберем это ПДА Все Забрали Я говорил, что здесь все не просто так Посмотрим, что нам скажет Скиф Говорил же я Чтобы ты не лез куда не надо Мне Гевара все рассказала Так что не переживай за мою осведомленность В тебя стреляли из СВУ Пуля прошла насквозь По касателям Не задев жизни важные органы Так что считай Под счастливой звездой Ты родился Ну, конечно Редко кто выживал После выстрела из СВУ Повезло тебе И с тем, что Шерлок Со своей группой Возвращаясь в ходке На тебя наткнулись И вовремя Кстати, Шерлок Это один из сталкеров Которые там рассказывают Интересные истории в баре Вот я просто помню И вовремя оказали Первую помощь А затем сюда притащили А фельдшер Подлатал как следует Иначе лежал бы Ты сейчас Там твой белесый скелет И милый улыбался Скифа Да, потрогать, конечно Не получится Давайте все-таки с бегом Не Гевари А Шайба пропала, естественно Не эту шайбу Сейчас еще будет интересно Послушать Догадки Гевару По этому поводу Подойди сюда Есть Что это было После того, как я отдал пистолет У меня повелось чувство Что я должен убить этого хмуро С каждой минутой Оно становилось все сильнее Я уже готов был убить его прямо в баре Я хотел отвлечься, но оно не проходило А когда он вышел из баровцев И пошел в церковь То я уже не контролировал себя Я убил его Объяснись, а чем ты это сделал Почему выбрал именно меня У меня не было чувства Ну ладно, это было по заданию Извини, Клим Что так нехорошо получилось Наверное, я должен был все рассказать И сказать правду Но теперь это уже не важно А сам, как ты понимаешь Я не мог этого сделать Сокол, так ведь тебя зовут Я не подписывался на такое Зачем ты впутал меня в эту историю Знаешь, что нет грехов в твоих действиях Не по своей воле ты это сделал И запомни еще Если услышишь телефонный звонок Которого не может быть То подними трубку Ответь Постой, что? Рассказать Скифу Об истории с Соколом Ну ладно Так, давайте сбегаем Посмотрим, что там у нас было Интересного Сталкеры у нас тут какие-то бродят О, господи Нам Пришли называется Я, кстати, друзья Вот что заметил То, что По мере прохождения, так сказать, сюжета Появляются все новые мутанты Господи Это вообще ужас Это просто вообще невозможно Они очень и очень прыгучие А у меня дробовик, он не скорострельный Поэтому сложно Вот один сгорел прям Гори, гори Не знаю Съедобно ли мясо с нормов или нет Где еще там? Да беги ты Они вообще жесткие Особенно для моего дробовика Я не могу вообще с ним стрелять нормально Слава богу То есть еще лагает почему-то так вообще Только что нормально все было А вот опять начало лагать Ну, наверное, ладно Во время записи Давайте аккуратненько здесь побежим Давайте аккуратненько здесь побежим Что, где его? А.К? Ага, вот его А.К Вот он хмурый В прошлый раз, кстати, он у меня сел молиться Но в этот раз я даже не стал ждать Так, его А.К, в принципе, можно продать Он вполне неплох Даже в чем-то лучше, чем наш У него получше том Точность Не знаю, но Зато наш можно повесить гушитель Так, у него еще есть пистолет Но это все мы продадим Бутылка водки там, я вижу Но у нас два задания Это поговорить со Скифом И с Геварой И давайте их потихоньку выполнять Здесь надо быть предельно аккуратным Потому что Здесь везде мины Слава богу Вроде бы не вляпались А то я же везучий И еще, кстати, нужно не забыть Отблагодарить фельдшера и Шерлока Давайте сохранимся Нет, не первого, а двенадцатого Так Что-то как-то сильно лагать начало Не знаю, с чем это связано Давайте сперва забежим к фельдшеру Отблагодарим его Хотя нет, давайте сперва Ладно, сначала к фельдшеру Потом уже в бар зайдем Ну, привет Здравствуй, док Вот зашел поговорить за мое спасение Не нужна ли какая помощь? Здравствуй, Клим Как рано, гляжу ты снова в строю Готов к подвигам А что до помощи, так очень бы она сейчас пригодилась В последнее время с медикаментами стало туго Поэтому приходится осваивать полезные свойства артефактов Многие у меня уже есть, а вот один никак не могу достать Рано заживает уже почти не болит Насчет артефакта попробуй помочь, как никак в неоплатном долгу перед тобой С того света вытащил Да, слушай, необходимо раздобыть артефакт Артефакт-трансмутант А именно фонтан Очень полезный артефакт, особенно при ранениях Не вопрос, в ближайшее время это штуковина будет у тебя Дело в том, что Как вам сказать Фонтан это артефакт по типу вот нашего генератора Тоже такой новый Для вообще всех модификаций сталкера Не знаю откуда вы его взяли, но Именно в этой модификации это новый артефакт И где его добыть Не знаю, фельдшер Просто молочага, так меня золотал класс Нельзя его подводить Раз обещал достать этот фонтан, значит надо достать Да и быстрее, мне тоже уже не нужно, а другие ждать не могут Так что откладывай все дела прямиком на поиски Не знаю, может быть он здесь где-нибудь, но давайте сначала поговорим с Шерлоком Привет, уже ты просто Так, у тебя ничего пока нет Давайте со Степанычем поторгу, нет, он не хочет быть слушать Как же так, а это ты возьмешь? Может быть он возьмешь вот это вот Вот таким вот образом А я схожу, подлатаю этот калашников и будет все нормально Так, чтобы нам еще взять, может быть на этот Можно прицел повесить, нет? Ого! Вот это вот действительно круто Где у нас тут Самый лучший прицел, самый дорогой 16 тысяч На средних дистанциях Это чем отличается? Это самый обычный Это прицел ночной Ну, давайте это у нас сколько стоит? 3200 А где у нас есть? Выстрел для ВОГа Вот выстрелов для ВОГа нету, поэтому я его брать не буду Давайте Патроны у нас, кстати, есть Купим прицел Я думаю, будет вполне неплохо А вот все остальное, куда бы забавить, я честно не знаю Не хочу все это выкидывать А, кстати, фельдшер, ты возьмешь у меня антидоды Я, конечно, выбросы тоже хочу пережидать, но Антидоды, если ты мне возьмешь, было бы неплохо Они, я думаю, дорого стоят Ну, вот по 600 рублей, забирай Если бы было бы неплохо Так, что делать со всем остальным, я даже не знаю Ведь до этого у меня купал Степаныч что-то подобное Но теперь не хотят Когда бы все скинуть? Там в церкви есть тайничок, я вот туда калаш скидывал Ладно, пусть пока у меня полежат Давайте калаш возьмем на руки Присоединим к нему прицел Зарядим Давайте посмотрим, что вообще это за прицел Это, я думаю, такой обычный самый прицел Нормально Вот Так, теперь Теперь Шерлок Забываю, что я хочу Очень много всего Привет, брат! А, нет, это патрон Вот ты, Шерлок, да? Здорово, Шерлок Хотел поблагодарить тебя за мое спасение А, это ты, Крем, поправился Да, благодаря тебе и доку Потопчу еще землю Может, тебе какая помощь нужна? Если так, то я первым записываюсь и готов приступить хоть сейчас Но если док тебя подлатал, то да, конечно Есть одно дельце Рассказывай Один мой курьер отправился с поручением к заказчику Ну вот, пару часов назад я получил известие, что, мол, курьер до заказчика до сих пор не дошел Прошло уже два дня Поручение осталось не выполнено Тянуть нельзя, нужно срочно исправлять ситуацию Необходимо выяснить, куда запрокосился курьер И почему до сих пор не вышел на заказчика Без проблем, только мне необходимо знать примерный маршрут следования твоего посланника Всю имеющуюся информацию я тебе скину напуда Давай Проверить место, где мог пропасть курьер Вот у нас второе задание Да, если бы Шерлок с его группой Курьер у него какой-то странный ушел и пропал Может, действительно, какая беда приключилась Надо бы поскорее на маршрут выйти Но главное, осторожность Кто знает, почему курьер не отзывается Как бы самому туда же не попасть Так, где у нас курьер? Далековато, далековато Ну, давайте Я все-таки, наверное, сперва артефакт побегаю поищу Наверное, вот сюда отправлюсь Здесь все-таки какая-то аномалия Я сюда, кстати, еще не бегал Я думаю, вам тоже будет интересно Так, ну Давайте со скифом еще поговорим Меня уже достаточно сильно бесит на базе этот фпс Фпс, на самом деле, очень и очень жесткий Маленький Ну, привет Зачем это связано? Скиф Не подумай, что я поехал головушкой или обкурился Но я разговаривал с убитым сталкером И даже выполнил его поручение Все было очень даже материально До жути материально Но потом он исчез Давно последок странный совет Как все это объяснить? Не сбивайся голыми попытками понятия объяснить В этом раздраженном информационном поле зоны Где все как оголенный нерв Такие вещи очень даже имеют право случаться Я не буду спрашивать тебя про поручение Чувствую, оно было довольно деликатным Считай, что он говорил с духом Говоришь, совет дал напоследок Тогда вот тебе еще один Не примените этим советом воспользоваться при случае Думаю, это неспроста Да, про телефонный звонок, который не может быть Да, уж такой совет вряд ли не забудешь Что ж, вы сказали Ничего, в принципе, он нам интересного не сказал Просто говорит, чтобы мы этим советом воспользовались Так, давайте теперь с Геварой На счет его версий Что он нам расскажет? Ну, здорово, Сталкино Есть чем порадовать Конечно Тебе только меня надо радовать Гевара, здравствуйте! Скиф сказал, что у тебя для меня есть информация из нашего бункера Ну что, интересно узнал Есть что-нибудь стоящее? Ты меня не торопи, я все по порядку расскажу Понимаешь, какая штукенция вырисовывается? Ты ищешь то, чем интересуются уже многие годы Люди с большой земли Ми-8, МОСАД, СРУЦ, российское ФСБ Белорусское КГБ Ну и так далее Только не подумай, что советская госбезопасность дремлет У нас к этому переочередной интерес Ага, значит, ты у нас бывший агент Но бывший, не бывший Я знаю всю подноготную Не только про упомянутые мной спецслужбы Но и про всю зону Был знаком со стрелком Ну да ладно Так как ты уже много слышал Что тебя уже можно убивать нераздумно Что, пожалуй, я сейчас и сделаю Э, Гевара, ты чего? Это же я, Клим Сышь, когда страшно То-то Я уже за мышку взял Сейчас когда диалоги читаю Я мышку в руках не держу Я думал, у меня сейчас действительно попробуют Ну ладно То-то А то в лагере говорят, что Гевара хоть и агент Но его никто не боится И это правильно Чего меня бояться? Знаешь, я ведь не всегда таким был До поступления на службу в КГБ Это было в 70-х Я жил в Припяти Учился в школе Бегал с друзьями по стройке Гонял голубей по крышам Да и таскал яблоки со сливами с огородов Был влюблен в соседку свою Звали ее Ани Правда, фамилию я уже забыл Помню, что на А Так и жили Потом она уехала в Киев И далее на восток На ближний? Ага, на дальний В Москву она уехала Ну, так там и осталось По крайней мере, я так думаю А там кто знает, куда нас судьба заносит Дело не в том Просто мне кажется, что до сих пор ее люблю А в то время тяжело было ее забыть Но потом жизнь понеслась После школы в техникум радиотехнический поступил Затем в институт московский по специальности Но потом службу в рядах советской армии Отучился, отслужил И устроился на работу в КБУ Вначале учеником был Затем дали должность электрика Там проработал около года Пока не встретил своего товарища Который в то время работал в КГБ Пошли в кафе, отметив встречу Посидели, чайку попили Поговорили за жизнью А потом он мне сказал, что сейчас идет набор В новое подразделение Подразделение КГБ СССР Как раз связано с электроникой И информационной безопасностью Так говорит, давай к нам И я поговорю с кем надо Чтобы всяких препонов не было Родственник у него, понимаешь Высокопоставленным человеком был Подумал я Да и согласился А что такого? Тем более по профилю моему Да и вообще работать на благо родины Это гордость Прошел все необходимые процедуры Взяли Работал вначале в Одессе Потом во Львове Ну а как продвинулся по служебной лестнице То мог выбить себе И местечко поближе к дому В Киеве А тут ведь до Припяти рукой подать А что потом? Как вышел на тех, кого сейчас ищем Эта странная группа Появилась так же неожиданно Как потом и исчезла Все произошло очень быстро Свидетелей практически не было Кстати, ты один из тех немногих Кто стал очевидцем этого события В то время от взора госбезопасности Ничего нельзя было утаить Тем более, что касается Охраны и обслуживания Стратегических объектов Однако в данном случае Мы ничего и никого не обнаружили Тогда, чтобы не поднимать панику Решено было этот факт скрыть в стенах КВГБ Охрану станции мы значительно усилили Хотя, как показали следующие события Это не помогло Далее была авария Для обывателей была придумана версия О взрыве вышедшего из-под контроля Четвертого энергоблока Энергоблока И назначены стрелочники Но это для обывателя Для нас же работа только началась Ты просто не представляешь Сколько здесь было сотрудников В строжайшем секрете Со всего Союза Сюда командировались лучшие Блин, потерял Командировались лучшие Оперативники и исследователи Практически со всех сторон управления Ладно И также сотрудники Различных закрытых НИИ Связанных с изучением и исследованием Чего-то нового и необычного Все перечислять очень долго Да и знать Клим, это тебе ни к чему В результате активных поисков Удалось обнаружить странные лаборатории Напичканные непонятным оборудованием Причем все лаборатории Находились под землей Не самое Но самое интересное Отыскали в одном документе В нем было сказано Что все это предназначено Для серьезного эксперимента с ноосферой Если все пойдет по плану То проект будет реализован Уже через 5 лет С ноосферой я думал Что все-таки больше относятся К научной фантастике А не применению на практике Я тоже так думал Самое интересное Что попытки найти Хоть одного члена той группы Оказались безуспешными Для той поры Это было немыслимо Все стояли на ушах Но факт остается фактом Через 4 года В связи с грядущими Стране переворотом Появились более важные И первостепенные задачи Так что стало Не до каких-то там Загадочных групп Скрытых лабораторий И всего остального Что было связано С этим таинственным делом Политика одним словом Через некоторое время Политические страсти улеглись КГБ расферамировали А в СБУ я не пошел Присяга дается раз в жизни Друзья помогли Оформить выход на пенсию За что я им очень благодарен Иначе даже И не знаю Где бы сейчас Было и что делал Мысль о таинственной группе И ее работе Меня не похитало никогда Я ее Ей даже чем-то благодарен Так как позволило мне Забыть про Неудавшуюся любовь С перешедшими в СБУ Друзьями Связи я не терял Через некоторое время Они поделились со мной Некоторые информации О том, что якобы Работа Той таинственной группы Возобновлена Походу Да походу Дела с еще большим Рвением Так как новые Условия способствовали Более крупномаршадным Опытам В итоге в 2006 году Был произведен эксперимент Который я образовал В зону Поэтому я решил вернуться Сюда Довести Когда-то начальное дело До конца И узнать таки Что же произошло На самом деле Правда Как видишь Уже в другом статусе Так что Это хорошо Что у тебя с этим Судьба связана Знаешь Вдвоем будет проще Разобраться Что к чему Гевара Ты умудрен опытом Это видно Как думаешь Получится у нас Докопаться до истины Уровень подготовленности У нашего противника Невероятно высок Так что Кто же его знает Как все сложится Но унывать не стоит Отрицательный результат Тоже результат Пока тебя не было Я кое-что с помощью Наших технических средств Все таки узнал Значит так В бункере Появлялся один тип Который передал ПУДА И доложил об устранении Сталкера Обладающий важной информацией Ага Это шайба Значит Это снайпер Любитель Из вушек Связан с командой Из бункера Теперь Становится Потихоньку Понятно Откуда дует ветер Клим Я вот что подумал Давай-ка прогуляемся В пригород Есть там одно место Проверить бы его надо Это было Временное здание Управления КГБ Думаю Что-то там должно остаться Ведь в том здании Информация не только На стенах лежала Но документы там всякие И тп Ну и еще много чего Что представляло Особый интерес Было убрано в сейфы Да не напольные А замаскированные Чтобы от посторонних глаз Скажем так Я знаю такие нычки наших Возможно там что-то осталось Нам сейчас Может любая информация пригодится Да к тому же Еще кое-что проверить Поэтому твоя помощь будет мне необходима Гевара Да без проблем Одно дело сделаем Так что нужно действовать вместе Одно дело делаем Так что нужно действовать вместе Тем более еще и не совсем ясно С кем или чем имеем Нужно кое-что проверить Давай прогуляемся в город Давай КГБ из СССР Эпизод 3 У нас тем временем Следуем за ним Пока все остальные задания Оставим Я думаю Вот здание КГБ Оно тут ближнее Отправляемся за ним потихонечку Давайте сохранимся 12 сейвом Отправимся Дальше Так Ну что ж Гевара Гевара хоть у нас не пешочком идет Как хмуро А то Чтобы это было очень-очень долго Но Пешочком он не идет Меня это Радует бесконечно Я думаю Даже запись не буду выключать Все-таки Хотя Хотя наверное Все-таки давайте Отключу запись А то что я диалоги Уж очень долго читал Но друзья Это все-таки Довольно важные диалоги И поэтому я не мог их пропустить Ну если Если вам не очень интересно было То могли бы и Не читать Вот здесь сталкеры Кстати говоря Здесь довольно близко Вот мы уже и прибежали практически Вот оно это здание Кстати мы так и не подчинились Все и забываем Но Довольно интересно Постановка квестов здесь Мне она безусловно нравится Не знаю как я буду стрелять с такими лагами У нас сталкеры Нужно быть где-то А вот сталкеры В машине вроде бы Ничего интересного Здесь у нас кабанчик Вот у нас здание КВБ Что давай сворачиваем Пойдем Посмотрим что там может быть Интересного Значит так Сейчас берешь снайперскую винтовку А я пока осмотрю помещение Где мне тебе взять снайперскую винтовку Я думаю Коллаж за снайперскую винтовку Это не очень А вон снайперскую винтовку Ну давай Ну что там у тебя взял винтовку Я просто не понял сначала Все Ага как видишь А ты откопал чего-нибудь Нет после катастрофы все увезли Даже мебель растащили Впрочем Я это все уже давно проверил Сразу как только в зоне появился А тебя сюда привел не для того Чтобы это здание обыскать Ты уж извини Я сделал гораздо серьезнее Я должен проверить одну свою теорию Но об этом никто не должен знать Понимаешь никто И твоя задача это обеспечить Что-то пока я мало представляю Что конкретно от меня требуется Для начала я думал Он меня вот опять убить хочет Вот понимаешь никто Это он так сказал Как будто все То есть и я тоже не должен об этом знать У нее есть теория Ладно Теория так теория Для начала пошли за мной Винтовка при тебе Держи патроны Тут недалеко 50 штучек Ну хорошо Так Давайте тогда Подожди Выкинем Вот это все Вроде свесно у нас там все нормально Сразу прицел стал таким тяжелым Нормотовка такая Но это СВД обычно Что за теория интересна Кстати здесь курьер рядом Можно будет заглянуть Но все таки не хочу путать Несколько заданий сразу Давайте выполним сначала одно Вот мы и на месте Значит так Видишь вон ту пятиэтажку Справа от нас Собирайся туда и выходи на балкон Будешь меня прикрывать Может все же объяснишь что-то к чему Потом расскажу Когда дело сделаем А пока мы тут с тобой разговоры будем разговаривать Уже мутанты набегут Так тебя что от мутантов прикрывать что ли В первую очередь от людей Должен следить чтобы никто не Один наемник Будь Никто не один Будь то наемник или сталкер Неважно Чтобы никто не подходил на дистанцию Ближе 50 метров Сразу стреляй на поражение Ну блин я не могу так С сталкеров стрелять А насчет мутантов не напрягайся Если они не бегут То вот те аномалии мигом их раскидают Тогда не будем ждать Я занимаю позицию А ты приступаешь к своему делу Занимай позицию И прикрывай меня Помни Увидишь кого Стреляй на поражение Так на балкон Надо посмотреть на какой балкон С первого Давайте Забежим наверх тогда наверное Надеюсь я сюда Круто Что я могу сказать Так явно не в ту сторону О господи Балкон то есть но Явно не в ту сторону Теперь как нам отсюда выбраться Нам явно не в тот подъезд забрался Давайте посмотрим Хотя Может быть и в тот Только Как нам пробежать здесь Я вообще не представляю Успели Так теперь вот Действительно надо На какой-нибудь балкон забраться А у нас еще метка есть Вот я тупой Ладно Под прикрытием Занять удобную позицию А вот Из СВД Мне еще стрелять не приходилось Тем более по людям Чует мое сердце Что мутит чего-то Гевара Не спросай Все это таинственность И перестраховка Легко сказать Стреляй во все Что шевелится Как бы не наворотил Чего с таким Оторвением А то ведь Не разгребем Надеюсь что после Этого дела Он все таки раскроет Смысл наших телодвижений Кстати И отсюда нормально Прикрывать Ну блин Еще убираться отсюда Парень Так Давайте все таки Я просто немного туплю Ребят Извиняюсь Давайте займем Балкончик Балкончик у нас находится Тихо Тут тоже на море Вот в этом подъезде И на самом верху И на самом верху Насколько я понимаю Здесь вроде бы аномалии нет Балкон прям Получается почти в нашей квартире Находится Так вот и в принципе все Вот собственно этот балкон Под прикрытием следить за Геварой Вроде бы тут никого нету Ух ты Здесь прям на балконе аномалия находится Больно Построить неизвестную угрозу Это наемники Почему же неизвестно Очень сложно Это сделать Гевара Там наемники На все время дождь пошел Ну Ну И где они А где еще До наемники А чего не выходите Я не собираюсь спускаться Да Что-то странное Куда не делись-то Я вот что-то никого не вижу А уходить отсюда я не знаю Я просто не успею всех перестрелять Если выйти и Расстрелять их с калаша Давайте так и сделаем Другого Варианта я не вижу С СВД конечно там Я вообще стрелять не умею И что такое Так минус один еще Стрелять вообще невозможно С таким диким лайком Так Нет Где еще А то есть вот она Ну метка Метка есть Это хорошо конечно Все Сообщить Скифу о пропаже Гевары Ничего себе Так Давайте Обыщем трупы Ничего себе у них винтовочки А Нет друзья Я все брать не буду Только патроны О господи Блин Как быть вообще Все это продать Конечно круто было бы Мне винтовка например Вообще не нужна Как я все это дотащу Я не представляю Давайте Обыщем их всех Так друзья Я всех обыскал Сразу же вам говорю Что По заданию курьера Я пока Не пойду Я сразу же отправляюсь Обратно К Скифу Я не хочу путать Сразу Несколько заданий Прикольный кстати Вот этот пистолетик Мне вообще нравится Это USB Также Ну вот Вообще прикольный На самом деле Пистолет Но Вот как и пишет То что Сикс Айру получше Но у него Семь патронов В магазине Также вот этот Глушитель Который у нас Есть Его можно Подключить И К Нашей Мки Мка кстати Из натовских винтовок Ну не Мка Лар-300 Ладно Ну она как Мка Выглядит Оказалось Самой лучшей Поэтому Я ее себе оставил Вот И вполне можно С ней еще побегать Не знаю Насчет починки Как все это будет выглядеть Сейчас прям на ваших глазах Отправлюсь Чиниться Так сказать Давайте Сохранимся Как вы поняли У нас Ни с того ни с сего Пропал Гевара То есть Мы Угрозу Эту уничтожили А вот Гевара Почему-то пропал Тут лежанки есть А поспать Нельзя Время дорого Рассказывай Ай Штурма Починишь мне Так Ремонт Нормально Недорого Мку Ладно Что ты с Мкой Можешь мне сделать Плюс 10 Это довольно дорого Калашников Тоже придется чинить Потому что Потому что Так Пистолет Пистолет Ладно У нас пока Есть патроны Натовских Патронов У меня довольно Мало Я продам Сейчас СВД Не знаю Может пистолет Вот этот Продам Может быть Возьмет Тогда уже Вернемся к нему Потому что В принципе У нас Нормально Все Но еще Еще Патроны Нужны Патроны Это Конечно Наше Все Фонарик Специально Выключил Ну привет Лагает Сина С фонарем И так Все Пересвечено Так Давайте Сначала Степанович Слушаю Привет Слушай Это Забирай Забирай СВД Забирай Красавчика Она мне не нужна Жирпистолет не берет Вот Денег тебе Действительно Много Гранаты Ф1 По 200 Он берет А Давайте Я его Все Грешки Продам Потому что Ф1 Действительно Лучше Кстати Винтовка У нее есть Такая же Такие же Винтовочки И вот Она у него Нет Это не такая А нет Такая же Смотрите Стоит 14к Кстати Не так Дорого В принципе Вполне Приемлемо А вот Бронекостюмы Тут конечно Я бы еще Знаете Что хотел Я хотел бы Купить Себе шлем Но Тут вот Шлема Они Какие-то Странные То есть Они броню Довольно Неплохую Дают Но почему-то Химорадиозащита У них Как-то не на уровне Вообще Никак Почему так Но у меня в принципе Пока заря устраивает Шлем конечно Не очень Устраивает Кстати Велес я бы купил Я бы купил Давай возьмем Так Патроны для Друговика 30 штучек Что еще Так Это дорого 50 патрон 900 рублей Ладно Деньги есть Деньги есть Деньги есть Это у нас 60 патронов Сколько Еще 50 Ну блин Деньги есть Ладно Берем Так Подствольник я для него Покупать не буду Но в принципе все Еще можно купить Немного патронов Вот Они кстати дешевле или нет Кстати Ненамного дешевле Не знаю зачем Тебе пользуются Ладно Все Закупились У нас еще кстати Деньги остались И еще кстати Можно продать будет Вот этот За тысячи рублей Собирай Все Связь у нас Принцов Все в порядке Давайте Пистолетик Куда нибудь Сбагрить Никуда Никто не хочет Покупать И в принципе Верес поставить Такой детектор Ну и пойдемте Скифу поговорим Я думаю Разокачивать нашу серию Посмотрим что нам скиф на это скажет Слушайте Скиф Вот ублюдки эти наемники Носом чуют Все чуют Как шакала Только мы из Гевары Начали собирать информацию Как эти Тут как тут Но я их всех завалил Тут уж моя совесть чиста Только вот куда Гевар делся Не поймут А значит наемники Переходят в активную фазу Своих действий Это не есть хорошо Самое интересное Из того что удалось выяснить Так это То что тот кто сейчас Возглавляет наемников Здесь в зоне А не в убежище Это тот самый человек Что был в той самой группе Которая неожиданно появилась В 986 году А потом так же Внезапно исчезла Так что ответы на вопросы Можно получить от первоисточника Пока он еще живой Вот только как выйти на него Да и без боя думаю К ним не поступиться А тут в лагере народ мирный Вряд ли кто согласится На штурм их позиции Здесь ты прав Клим Никто не пойдет Но Знаю кто может тебе в этом помочь Да и еще кое-что Для начала нужно брать Лагерь наймов на севере локации Насколько я знаю Оттуда идут все поставки Снаряжения и провизии В убежище Так что для начала Нужно разобраться с ними Ладно тебе видней Ты что-то говорил о помощи Слушай внимательно Так как поддержка Нужна будет до нехило Попробуй Обратиться к лидеру долга Он на наймов уже давно Зуб точит Да и в контракт Всегда с ними были Но видать считает Что время еще не пришло Чтобы с ними разобраться А может просто силы копят Так что думаю Твое предложение И главу заинтересует Думаешь он прям вот так вот За здорово живешь Согласиться Думаю не откажет А тебе тут потихоньку Поговаривать начали Причем в хорошем свете Если найдешь правильный подход К вопросу То штурман сразу же Своих бойцов поднимет Благодарствую скиф Подумаю Ясно 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 Тем временем Мы с вами Обжились Довольно неплохим Снаряжением Вот И Только что Кстати были у штурмана Ух Еле уговорил Вот вот долговцы А Ясно Видите Уже написано Вот это плохо То есть задание Не меняется Тут оно сразу же Ладно Я не буду это читать Я думаю Вы могли на паузу Прочитать Посмотреть Но если вам Не интересно Что будет в дальнейшем То тогда читайте Если интересно Лучше оставьте На потом Так У нас все те же Два задания И Второстепенных И одно Основное сюжетное Ну что ж Друзья Всем кому понравилась Эта серия Ставим лайки Подписываемся на канал Ну а с вами был Арзе До встречи Сталкеры Субтитры Субтитры